Приветствую всех любителей аудио. Недавно на японском аукционе увидел очень редкую модель CD-проигрывателя от компании Technics. Она не принадлежит к элите, к премиальному сегменту супер аппаратов, о которых все знают. Technics 900 или Technics 2000. Эта модель была в верхней, в более доступном сегменте, в котором, в общем-то, делали покупки большинство любителей аудио. И эта модель достаточно редкая, потому что она выпускалась только в Японии. Для других стран верхняя модель для доступных слоев, любителей аудио, оканчивалась моделью Technics SL PS840 на очень интересном чипе MASH Multi-Noise Shaping. И это было, ну, такое достойное предложение. Но в Японии выходила модель более высокого уровня. Это был Technics SL PS840 от 860. От 840 он отличался тем, что он работал в чистом классе A после ЦАП. И все это вело к еще лучшему звуку. На сайте HiFi-Audio.ru, надеюсь, вы его посещаете, недавно появилась достаточно большая статья, обзор CD-проигрывателей Technics SL PS840 и Technics SL PS860. Поэтому рекомендую вам посетить сайт и насладиться чтением. Сегодня же мы озвучим некоторые выдержки из того обзора. В 2021 году в мире заполоненным разнообразными ЦАП владение CD-проигрывателя кажется анахронизмом, временным парадоксом. Вовсе не от того, что формат CD устарел по звучанию. Несмотря на поражающее воображение параметры современных форматов DSD 1024, PCM 1536, по качеству звучания стандартный 44,1 кГц 16 бит по-прежнему удовлетворяет все мыслимые желания. Но разве что с одним «но» вы должны обладать принципиально качественной аудиоаппаратурой. Если посмотреть на построение современных ЦАПов, то их архитектура, как это ни странно, упростилась. С появлением чипов ЦАП, которые стали по умолчанию представлять удивительные параметры, разработчики просто опустили руки. Зачем что-то выдумывать, стремиться к совершенству? Не проще ли просто немного подождать очередной чип? И можно уже добавить еще одну цифру после запятой, без каких-либо усилий. Какие уникальные новые решения сегодня можно встретить в стационарных ЦАП? Новые Delta Sigma чипы с лучшими характеристиками и банальный выход на операционных усилителях. Вот и все, чем балует разработчик сегодня. Многочисленные фильтры, которые может использовать ЦАП, это лишь заслуга конкретного чипа, в который встроены эти фильтры. Только сиди и тыкай пальцем на пульте. Хотите большего? И тут без откровений. Выход на операционных усилителях заменяется дискретным. С дискретным тоже можно колдовать. Сделать схему без обратной связи. А любите стимпанк? Пожалуйста, древние технологии R2R в новом обличье на FPGA или так называемых вентильных матрицах. Вот, пожалуй, и весь арсенал, который сегодня используется в промышленном сопостроении. Даже апсемплинг в последнее время стали использовать неохотно. А зачем? Современные форматы сами по себе имеют высокую тактовую частоту и избыточное число бит для домашнего прослушивания. И разработчики вас таких возможностей как бы и не лишают, но и смысла в них уже не так много. Например, многим известный ЦАП от компании Vadia, Vadia 121, любую входящую цифру своей внутренней процессорной технологией преобразует в формат 1 миллион 400 тысяч герц, 32 бита. Да, в Vadia также стоит эта вентильная матрица. Уже становится интереснее, согласитесь? И лица под российской компанией DigiLab 202 также имеют на борту чип оверсэмплинга. И вы можете слушать формат CD с повышенным числом дискретизации. При передискретизации, на мой слух, звучание становится менее острым, с налетом даже пелены. А вот в режиме НОС обретает большую резкость и жилость. Но всё это, разумеется, относительно конкретных моделей ЦАП. Вполне вам может попасться ЦАП, который будет вести себя иначе. Но если вы ахнули при словах 1.4 МГц 32 бит на Vadia, не то что на каких-то там старых CD, то, боюсь, вас разочарую. Такие параметры были уже давно доступны индустрии. Например, модель CD проигрывателя Kenwood DP7090. Он имел на борту 8 чипов PCM1702. А аппарат вышел в 1997 году, 24 года назад. На лицевой панели его демонстрируется надпись 32FS 22 бит. Что означает 32FS? Это 32-кратное повышение частоты с базовой 44100. 44100 умножим на 32 и получим 1411200 Гц. Да, получились все те же 1 миллион 400 тысяч Гц, которыми бравирует Vadia. Кстати, Vadia именно так и следует произносить. не Vadia, потому что при произношении Vadia мы предполагаем, что имеем базовое слово Vadia. Но нет, компания называется Vadia. Поэтому правильно сказать Vadia. Не Vadia, а Vadia. Но в проигрывателе мы получаем эти же 1 миллион 400 тысяч Гц, более дешевым, нежели Vadia. Аппарат Kenwood 7090 стоил 69800 японских йен, что составляет примерно 700 долларов. Kenwood заявляет о повышении битности до 22 и внушительном значении соотношения сигнал-шума, аж 120 дБ. А согласитесь, сегодня многие именитые ЦАП бравируют такими значениями, как 110 или 115 дБ. А здесь у нас 1997 год и, пожалуйста, 120 дБ. Конечно, 120 дБ далеко не рекорд. Например, усилитель Panasonic SU-MA10, также есть эта же модель с названием Technics SU-MA10, имел на борту встроенный ЦАП на технологии MASH и выдавал в 1989 году 140 дБ. То есть там был ЦАП 140 дБ. Представляете? Потрясающе! Сравните новейшие достижения на чипах Sabre, где только-только стали подходить к таким значениям. Вот что значит уникальный подход и инженерное искусство. Для достижения таких космических значений в 1989 году использовалась специальная схема, которая называлась Digital Direct Drive. Благодаря чему мы видим на фронтальной панели такое название выгравировано. Вернее, не выгравировано, а написано чёрным шрифтом. Но из-за того, что там использовался вот этот вот вариант DDD, то есть Digital Direct Drive, невозможно было изменить громкость. Ну то есть это было по этой технологии просто нереально. Поэтому тоже очень хитро это всё было решено. И DDD изменяла коэффициент преобразования в преобразователе ток напряжения. И именно этим образом оно и уменьшало громкость, сохраняя соотношение сигнал-шум в этих космических значениях. Но вернёмся к CD. Как видите, хотя цифры характеристик современных девайсов удивительны, но всё это было и раньше. Возьмём для примера и немного более дешёвый CD-проигрыватель. Ну, Kenwood DP 5090, например, выпущенный в том же 1997 году и стоившим всего лишь 50 000 йен. Считайте 500 долларов. Этот аппарат использовал очень интересный чип CAN 05. Некоторыми заявляется, что это именно ЦАП, но на самом деле это не ЦАП. Это некий, скажем, схемотехнический механизм, который позволял реализовать несколько по-новому преобразование цифры в аналог. Ну, в общем, схема была очень интересная. И вот именно благодаря CAN 05 параметры этого аппарата оказываются даже выше, чем у 7090. Например, битность уже 24 бита, а не 22. И всё те же миллион четыреста тысяч герц оверсэмплинга 32FS, то есть. То есть, имея не столь совершенные чипы ЦАПов, компании в 90-е годы использовали уникальные решения, позволяющие получить невероятный результат. Другими словами, раньше волки были зубастие, что и вызывает интерес у любителей качественного звука. В одной точке сходятся и неординарные решения, и редкие чипы. Поэтому не таким уж и не оправданным выглядит обладание CD-проигрывателем сегодня. Разные компании предлагали свои решения. Виктор, также известная как GVC, Japan Victor Company, использовал очень навороченную схему избавления от житера, названную K2. Так она называлась из-за того, что эту разработку ввели два инженера, у которых фамилии начинались на букву K, поэтому K2. Всё так вот просто объяснялось. Компания Yamaha использовала как свои собственные чипы, так и чипы от других фирм. Например, известную технологию MASH от компании Technics. MASH расшифровывается, как уже ранее сказал, Multistage Noise Shaping, многоступенчатое формирование шума. Мне довелось над технологией MASH послушать, ну, например, CD-проигрыватель Yamaha SDX-1030. И это был действительно красивый и достойный звук в своём уровне аппаратуры. А это примерно средний или притоповый Hi-Fi. В былые времена компания Technics Panasonic была очень влиятельным игроком в аудио. Вспомнить хотя бы их катушечные магнитофоны. Например, модель Technics RS-1500 или 1700 и так далее. Или проигрыватель Vinyl Technics SL-1200. CD-проигрыватель и компания Technics тоже выдавала знаковые. Это необычная касса SLP-1200 и фантастически красивый Technics SLP-2000, стоивший аж 200 000 йен в 1992 году. И это всё та же технология MASH знаменитая. Это были прекрасные аппараты, но и стоили они соответствующие, что не каждому доступно. Поэтому мы затронем интересные аппараты более низкого ценового диапазона. А именно Technics SL-PS 840 и Technics SL-PS 860. Эти модели являются, по сути, верхними моделями в своих линейках. Выше них только уже упомянутые аппараты премиального сегмента 900 и 2000. И при схожем названии этих моделей они не похожи. Начнём с того, что CD-проигрыватель Technics SL-PS 840 имеет начинку на MOSFET транзисторах в проприетарном классе AA. И это всё даёт густой и насыщенный звук. Модель Technics SL-PS 860 использует биполярные транзисторы, но зато они работают в чистейшем классе A. Стоит также отметить, что модель 860 выпускалась только для Японии. Это эксклюзив, так называемый EX. В котором мы попытались в ограниченном бюджете превзойти звучание 840 модели. Которая продавалась и в Японии, и в других странах. А 860 только в Японии. Даже чипы MASH в аппаратах были разные. 840 стоял чип MN64761. Это чип по классификации известного достаточно человека Васильтека. Его сайт www.vasiltek.narod.ru Правда классификация уже довольно старая. Характеризовался им как 1-бит MASH лучший из Panasonic. MN в названии чипа это сокращение от названия компании. Вспомним, что и Panasonic Technics лишь торговые марки компании Matsusita National. Позволю напомнить немного историю, которую можно прочитать на Википедии. В 1918 году японским бизнесменом Konosuke Matsusita был основан завод Matsusita Electric Factory, начавший производство электрических розеток и вилок. В 1927 году была представлена торговая марка National, под которой завод начал выпускать велосипедные фонари. А вот в 1931 году ассортимент продукции уже пополнился радиоприемниками и сухими гальваническими элементами, считайте батареечками и так далее. В общем, так и шло развитие. Проигрыватель Technics SL PS860 имел на борту иной чип, тоже MASH, но это был MN64733. Васильтек также охарактеризовал его как MN64733, что это 1-битный MASH, лучший из Panasonic. Ну то есть, ну чип как бы достаточно такой непростой. Хочу отметить также, что Васильтек сообщал, что таблички с описаниями ЦАП написаны им очень давно, поэтому с тех пор, разумеется, мнения по поводу звучания чипов могли и поменяться, имейте это в виду. Табличку эту вы без труда найдете и у него на сайте, и на множестве и российских, и зарубежных сайтов, она растиражирована буквально по всему миру. По ценам 860 модель была дороже. Technics SL PS840 предлагался по цене 49 800 йен. Плюс налог, конечно, с продаж. А Technics SL PS860 154 800 йен. То есть вот примерно у них была разница в 5 с небольшим 1000 йен. Ниже я приведу перевод с японского по модели Technics SL PS860. Поэтому немного это может быть криво, если Вы знаете лучше японский язык, чем автоматический переводчик Google, то, я думаю, Вы всегда можете предложить свой вариант классного перевода. CD проигрыватель Technics SL PS8060 оснащен высококачественной звуковой технологией S Advanced Mesh ЦАП класса с виртуальным питанием от батареи. Такая была интересная технология. На самом деле это было питание от конденсаторов. S продвинутый ЦАП класса A Mesh является частью цифроаналогового преобразования. Схема имеет конфигурацию 3 LSE S Advanced Mesh и 2 выходные из PVM класса А, принятые в моделях более высокого уровня. Как видите, начинка взята из более высокого класса аппаратов. И даже улучшена за счет включения схемы формирования шума четвертого порядка и схемы цифрового уменьшения в усовершенствованном Mesh. Также скажу, что это были довольно на тот момент новые микросхемы с последним поколением Mesh на тот момент. Выходная из SHIM, каждый бис в части Mesh и левый и правый каналы разделены за счет разделения бис на 3 микросхемы. И это было сделано, чтобы избежать влияния цифрового шума и уменьшить перекрестные искажения между каналами. Секция вывода PVM была изменена с обычной CMOS, ну это вот MOSFET транзистора, прежней 840 модели, на биполярные, в SLPS 860, для уменьшения генерации сквозного тока и зарезкого изменения тока в точке изменения формы импульса. Что приводило к перерегулированию или недорегулированию, ну или скажем так переизбытку или недостатку PVM сигнала. Новая схема стабилизировала пиковые значения импульса и реализовывала идеальный выход SHIM. Кроме того, джитер тактовых импульсов подавлялся за счет размещения схемы кварцевого генератора рядом с цифроаналоговым преобразователем. То есть не все так тут просто было. Схема работы виртуальной батареи являлась частью источника энергии. Элемент полевого транзистора включен в схему источника питания. Шум смешанный в аудиосхеме шумом источника питания переменного тока и генерации эталонного источника питания отсекается стороной заряда конденсатора, а шум смешивается в аудиосигнале. Если вы поняли, что я сказал, то замечательно. Я как понимаю, что происходит. Есть конденсатор, он используется как эталонное значение и он подпитывается блоком питания и сравнивается. Цифровой сервопривод вносит изменения в работу, подстраиваясь под качество каждого диска. И когда вы говорите, ой, у меня этот аппарат классный диск все читает, именно это происходит не от того, что он такой какой-то простой и такая линза прекрасная, а из-за того, что сервопривод подстраивается, чтобы прочитать любой диск, даже царапанный. Используется бесшумный механизм. Лоток для диска расширен до 140 мм. Механизм расположен в центре с хорошим балансом веса специально. Кроме того, используется пластик такой со смесью металла. В общем, интересная такая система. ТНРС называется. Многослойная структура из металла и BMC. В результате чего вибрация снаружи уменьшается. Также используется превосходный тихий механизм SL1, который дает ясность звука за счет подавления механических резонансов внутри этой модели. Кроме того, бесшумная работа достигается за счет использования оригинальной системы привода поворотного рычага. Вот здесь я не знаю, что называется поворотным рычагом. Сложно сказать. Идеальная операция класса реализуется. Также THCB Technics Hybrid Construction Base приобрела отличные характеристики гашения вибраций за счет сочетания стальной пластины и вязкого упругого корпуса от четыре больших изолятора на ножке поменьшает внутренней и внешней вибрации. Кроме того, вибрация механизма подавляется за счет размещения механизма оптической каретки в центральной части с хорошей балансировкой веса и плавучестью с двойным изолятором. У аппарата был оптический выход, была функция отключения дисплея. И вот здесь самое интересное, что Technics указывает, что функция выключения дисплея нужна для того, чтобы уменьшить помехи, то есть это улучшит качество звука, если вы отключите дисплей. Поставлялся аппарат с беспроводным пультом. По характеристикам я скажу следующее. Модель Technics SLPS 860. Частотная характеристика стандартная от 2 Гц до 20 кГц. С неравномерностью плюс-минус 0,2 дБ. Динамический диапазон 100 дБ. Соотношение сигнал-шум 120 дБ или более. Общие гармонические искажения абсолютно мизерные. 17 десятитысячных. Разделение каналов огромное, 110 дБ или более. Выходной уровень для наушников, ну еще был выход на наушниках, 15 мВт или 32 Ом. Ну здесь, конечно, да, такие какие-то крутые наушники, не подключишь, если они там будут 300 Омные. Источник питания 100 В, потребляемая мощь 14 В, ширина 430, высота 125 и глубина 335 мм. Вес 5,60 кг. И вот именно вот любопытство и желание посмотреть на эту модель вживую побудил меня, в общем-то, ее и приобрести. Модели 840 и 860 выходили не одномоментно. SLPS 840 вышел в 92-м году, а SLPS 860 только в Японии в 94-м году, два года спустя. Техник с SLPS 840 была, ну, соответственно, более дешевой моделью. Я пропущу описание устройства модели Техник с SLPS 840 для более... Для того, чтобы узнать, как она была создана и из чего состояла, я вам предлагаю пройти на сайт hi-fi-audio.ru и прочитать полную версию этой статьи, а я перехожу сразу к заключительной части, пропустив часть материала. Мы рассмотрели два довольно интересных аппарата, заслуживающих внимания. О звучании Техник с SLPS 860 я расскажу в следующих, в будущих материалах на сайте или на канале Вокруг Стерео. Ну, посмотрите, сколько прекрасной техники выпускала компания. И усилители мощности прекрасные, и 7000 модель, и... А1 была, и А5 была, и А3 была... В общем, достаточно много делалось. Прекрасные колонки делали. Ну, была компания удивительная. И вдруг Техникс почему-то стремительно упала, подобно Икару, с недосягаемой высоты вниз. Как так получилось? Именно вот в сфере аудио. Почему её постигла такая вот обидная фиаско? Ответ на этот вопрос я нашёл в японской периодике, в мемуарах, а также в откровениях мастеров из Японии, которые чинили аппаратуру. В том числе, конечно же, компания Техникс, но не только. Читал несколько интересных блогов, где ремонтники рассказывали, как они чинят тот или иной аппарат, и рассказывали, так как они их чинят, ну, просто, там, десятками, буквально, там, если не сотнями аппарат, так сами они японцы, и техника японская. И они рассказывали, что там обычно является Ахиллесовой пятой и всё такое. В общем, там я читал про и Акуфейсы, и про... Ну, про что только не читал, очень интересное было чтиво. Вот, и, в общем, из этого тоже возникло понимание, что, в общем-то, происходило. А суть, во-первых, была в следующем. Многие компании пользовались чипами Маша от Техникс. И вот в грамотной реализации это очень хороший чип, с удивительными параметрами, ну, и характеристиками. Но Техникс в какой-то момент повела себя некрасиво по отношению к партнёрам. Свои новые чипы она отказалась предоставлять своим партнёрам. Той же Ямахе, Сансую и так далее. Вообще, на чипах от Техникса, вот этих вот МН, выпускало много компаний. Это уже упомянутая Ямаха, Сансую, а также Дюаль, GVC, или она же Виктор. На, Тонкио, Тик и так далее. То есть, ну, огромный, в общем-то, класс такой. И позиция Техникс была такая, что новые модели чипов идут только в их новые модели. А партнёрам предоставляются только устаревшие чипы. Ну, конечно же, это рушило конкуренцию. Но кто станет покупать эти проигрыватели на старом чипе, если Техникс тут же расскажет, что вот именно-то у них он новый. Поэтому компании стали лихорадочно пытаться создать свои версии чипов, уникальные. В общем-то, и у них это получилось. Ямаха выпустила свой 501-й чип, и все остальные тоже постепенно перешли на свою какую-то продукцию, либо нашли замену компании Техникс. И, вопреки тому, чего ожидала Техникс, оказалось, что эффект абсолютно обратный. Она просто потеряла партнёров, которые отвернулись от неё. А вот в этот период у партнёров мы как раз видим чехарду из чипов в модельном ряду. Та же Ямаха у неё, Ямаха CDX, 1020 выпускается на PCM58, а 1030 на MASH, а 1050 уже там на другом чипе, уже на Ямаховском он идёт, на 501-м. Потом 1060 уже, дальше всё пошло и на Ямаховском. А вторая причина падения – негатив, который возник по поводу компании из-за ошибок в выборе элементной базы. Ремонтики, например, говорили, что выбрана определённая модель конденсаторов, и вот их видишь – всё, это уже сразу их надо выпаивать и выкидывать. Это первый момент. А второй момент – неправильные температурные режимы были, хотя в тех же усилителях ставили вентиляторы, но эти вентиляторы, они не обеспечили нормального охлаждения. Ну, это, конечно, при условии, что аппарат будет эксплуатироваться на высокой громкости в хвосте и в гриву. Если просто для негромкого домашнего прослуживания, то это, конечно, было бы навечно. Но если аппарат использовался интенсивно, то это приводило к сильному перегреву, появлялись трещины в дорожках, не пропая, конденсаторы вот эти вот плохенькие, они выходили из строя, и техникс получила ауру некачественной компании по качеству своих изделий. Конечно же, это не так, были очень крутые модели, но в целом вот очень много дешёвой аппаратуры производился именно вот в таком вот варианте, поэтому и слава была негативная, и не докажешь, что просто это были очень дешёвые аппараты, поэтому и такой результат. И вот поэтому всё это в одночасье вдруг и рухнуло. Но, несмотря на то, что к краху привело много факторов, это не отменяет от того, что, несмотря на чрезмерное продвижение самой бюджетной аппаратуры с не очень хорошим отключением и нежелание представлять партнёрам новейшие чипы, компания техникс выпускала истинные бриллианты, которые по-прежнему ослепительно ярко сияют на небосклоне высокоточного аудио. В общем, я думаю, в будущем нас ждут интересные экскурсы в аудиотехнику компании техникс, потому что было несколько интересных покупок, аппаратурой этой компании действительно удивительных. Тот же вот вышеназванный техникс или панасоник сума 10 с аппаратом 140 дБ и сам аппарат как усилитель – это топовый аппарат. Хотя он стоил достаточно дорого, но не прям как вот вершина какая-то. Он стоил 107 тысяч йен, это дорого. Но в него такие были схемотехнические шедевры заложены, что я думаю, он многим даст фору ещё по качеству звучания. Аппарат должен быть очень хороший, двойной моно и так далее. Ну и также, конечно же, вот и вот этот вот 860 или SLPS 70 интересный аппарат и так далее. В общем, в ближайшем, относительно будущем, я думаю, нас ожидают многие интересные обзоры. А пока понравилось видео, поддерживайте канал. Ссылка на донат под описанием. Пишите, какая у вас была аппаратура Technics. Ну и пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!